Кому придется платить новый налог на банковские вклады? Каким образом он будет рассчитан? Насколько выросла минимальная цена на пиво в Татарстане? И какие объекты попадут под гаражную амнистию? Подробнее об этом расскажем прямо сейчас. Вы смотрите новости экономики в студии Нины Гуренова. Здравствуйте! Банкиры не наблюдают падения интереса ко вкладам в связи с новым налогом на доходы по депозитам. Напомним, что новшество начало действовать с начала этого года. 13-процентный налог распространяется на вклады гражданина, общая сумма которых превышает 1 миллион рублей. Сбор будет взиматься только с процентов по вкладам, если доход по ним в календарном году превысит ключевую ставку Центробанка. То есть сумма на числах процентов должна быть выше 42,5 тысяч рублей. Налог не зависит, открыт вклад один или открыто несколько вкладов в разных банках. Здесь важен суммарный доход. 1 миллион. Банки будут передавать информацию в налоговую службу. Пример, как это все может быть. Если, например, вы открыли в феврале текущего года вклад на 2 миллиона рублей под ставку 4,2% годовых сроком на 6 месяцев, то ваш доход составит 42 тысячи. То есть формально он не попал под налогообложение. Далее, вы в августе месяце повторно открыли вклад на такую же сумму по ставке 3,9% на срок 3 месяца. И здесь ваш доход составил 19,5 тысячи. Суммируем 42 тысячи первый доход плюс 19,5 второй доход, отнимаем от 42,5 тысяч от необлагаемой суммы. У нас получается эта разница 19 тысяч. И вот с этих 19 тысяч нужно будет уплатить 13% налога. Рассчитывать новый налог на банковские депозиты будут не вкладчики и не банки, а налоговики. Уведомление квитанции граждане получат в следующем году. Уплатить налог за этот год нужно будет до 1 декабря 2022 года. Но то, что касается, сохранится ли востребованность вкладов банковских, я думаю, конечно же, да. Потому что банковский счет это все-таки сегодня основной финансовый инструмент. Банки стимулируют клиентов заводить деньги, дают клиентам и сохранить, и заработать. В Татарстане подняли рекомендованную минимальную цену на пиво на 10% с 38 до 42 рублей за пол-литровую бутылку. Неформальное ограничение было введено в республике в 2019 году подговоренностью с производителями. Оно призвано уменьшить долю серого пивного рынка, исключить ценовое преимущество нелегального безакцизного пива, а также пресечь недобросовестный демпинг розничных цен. Если пиво стоит дешевле 42 рублей за пол-литра, то либо продукция плохого качества, либо это уход от налогов со стороны производителей. При этом торговые точки сами решают, выставлять такую цену или нет. Если стоимость пива ниже рекомендованной, то контролирующие органы Татарстана проверяют происхождение данной продукции. Вот уже полтора года на добровольной основе, повторюсь, действует минимальная ручная цена у нас в республике. Наш опыт приезжали перенимать с других регионов Российской Федерации. Честные производители от этого только выиграют, потому что будет честная конкуренция, то есть не будет демпинга цен. Отметим, что в прошлом году потребление пива в Татарстане выросло на 7%, при этом продажи водки упали на 2%. 50 тысяч гаражей в Татарстане не имеют сведений о правообладателях. Об этом заявили в Росреестре республики. Сегодня граждане испытывают трудности при оформлении своих гаражей и часто вынуждены обращаться в суды. Исправить ситуацию поможет закон о гаражной амнистии, который введет упрощенный порядок регистрации объектов в собственность. На прошлой неделе документ был принят во втором чтении. Ожидается, что закон может вступить в силу с 1 сентября этого года и будет действовать в течение 5 лет. Действие гаражной амнистии будет распространяться на гаражи, возведенные до 2005 года. Речь идет только о капитальных гаражах, то есть тех, у которых есть фундамент и стены. Такие гаражи должны быть одноэтажными, без жилых помещений. Земельный участок под гаражом должен находиться в ведении государства. Не подпадают под гаражную амнистию гаражи, которые находятся в подземных этажах многоквартирных домов и офисных комплексов. Для того, чтобы зарегистрировать право на гараж, необходимо обратиться в МФЦ с заявлением о предоставлении земельного участка под гаражом и приложить к нему любой документ, подтверждающий факт владения гаражом данным лицом. С заявлением о государственной регистрации права собственности на гараж и земельный участок будет обращаться орган местного самоуправления. При этом платить государственную пошлину не потребуется. Это были новости экономики. До встречи!